Библия говорит Алексей Алексеевич, можно ли христианам исполнять хорошие по смыслу произведения, которые были написаны неверующими людьми или, скажем, людьми с таким сомнительным богословием? Смотря в каких обстоятельствах и смотря какие музыкальные произведения, когда мы говорим о творчестве людей, то его можно разделить на несколько категорий. Первая категория — это творчество, которое продиктованное сердцем, восхищающимся Богом и человеком, который живет его истиной, живет его Евангелие. Очень хорошо написано в послании Кефесянам в пятой главе, где сказано, что результатом исполнения Святым Духом одним из результатов будет написано так «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». А немножко выше сказано «назидая друг друга псалмами, песнями, словословиями духовными». То есть есть процесс назидания души, который движим Святым Духом. Процесс назидания души всегда будет связан с истиной. Когда мы говорим о том, что дает душе жизнь, жизнь, она возникает только из истины Божьего Слова. Только истины, только Божье Слово способно родить духовную жизнь, способно назидать. По этой причине, когда мы говорим о богослужении, на богослужении все должно вращаться или проходить сквозь вот этот фильтр. Насколько та или иная песня, то или иное произведение будет назидать человека, утверждая его в Духе Святом, утверждая его в истине Божьего Слова. По сути дела, сердцевина песни – это текст, это ее идея, которая туда вложена. Она усиливается мелодией. Мелодия – это усилитель, это эмоциональное оформление, которое помогает этой песне глубже проникнуть в сознание и укорениться там, и производить свой плод. То есть она остается там в сознании дольше в виде песни с мелодией. Теперь это первая категория, к которой мы должны стремиться и которая должна доминировать на богослужении. Теперь есть другая категория, прямо противоположная. Это категория, когда тексты пропагандируют что-то антибиблейское, что-то противоречащее истине, что-то, что разрушает душу. Вот эта категория очевидно разрушительная. Но есть еще третья категория. Третья категория – это когда какие-то музыкальные произведения, написанные неверующими людьми, или, может быть, мы не знаем, насколько они верующие, но эти произведения, они находятся в сфере понятия всеобщей благодати. Ну, например, когда какое-то произведение воспевает любовь к маме. Вот это истина. Это Божья истина. Почитайте родителей своих. Относитесь с любовью к своим родителям. Это Божья истина. Ее утратили люди, ее оспаривают, ее не исполняют. И часто люди не понимают, что это Божья истина, но это Божья истина. И поэтому, если какая-то песня воспевает любовь к маме, она, конечно же, не обладает тем весом, как песни, которые продиктованы Божьей истиной, и они назидают в вере, но она не разрушает саму основу человеческого бытия. И поэтому все произведения нужно оценивать, слушать их или не слушать. Вот именно с этой точки зрения. Они идут против Божьего общеизвестного закона, или же они его поддерживают. Например, песни о дружбе, когда воспевается дружба между людьми. Или даже песня о любви, если это любовь по-настоящему любовь мужа и жены, когда это любовь матери к детям. Вот если оно совпадает с вот этой общей истиной, которая common grace по-английски называется, или же общая благодать, которая очевидна здесь для людей. Если она совпадает, то она не принесет вреда. Она не будет назидать так, как другие, как песни, в которых Евангелие воспевается, но она не принесет вреда. А есть те произведения, которые принесут вред. Я для себя это дело выстроил так, что вот есть те песни, которые у нас для богослужений, есть те песни, которые допустимы, но не вредны, и есть те песни, которые вредны. Очень замечательно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Оставайтесь на связи в следующей программе. Мы поговорим о том, может ли христианин стремиться к славе, к земной славе. Храни вас Бог. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо. Слава Богу.